здравствуйте дорогие зрители прайм тв с вами снова резван кусейнов и в этот раз мы обсудим те визиты очень интересные визиты которые буквально несколько дней назад были в москву в первую очередь я имею ввиду естественно визит премьер-министра пашиняна встречи с владимиром путиным президентом россии также на этом фоне был визит патриарха католикоса и чмятинского католикоса всех армян гарегина второго его встречей с руководителем русской православной церкви патриархом кириллом и затем трехсторонняя встреча с шейху лисламом аллах шпюром паша за да и всего кавказа шейху лисламу что происходит наверное многих этого интересует естественно на данном этапе сперва мы должны коснуться встречи пашинян путин несмотря на все громкие заявления пашиняна по итогам его встреч с путиным и того что было озвучено становится ясно два основных пункта армения должна готовиться к подписанию всеобъемлющего мирного договора с азербайджаном и естественно поторопиться с вопросом зангезурского коридора или транзитного пути кому как удобно мы понимаем что армянская сторона чувствовать серьезный дискомфорт когда используется слово коридор но сперва коснемся почему коридор об этом не очень часто говорят дело в том что после подписания договора соглашение от 9 ноября 2020 года который завершила 44 дневную войну и и 11 января трехсторонний опять-таки договоренность в москве где свои подписи поставили президент россии азербайджан и премьер-министр армении речь идет разблокировки транспортных коридоров транс всех логистических маршрутов почему азербайджан делает на слове коридор и что в этом пугает армению и не только как мы заметили последний месяц показалось в том числе и иран дело в том что азербайджан повторяя и настаивая на термине коридор ссылается на то что предоставил армянском анклаву в карабахе лачинский коридор где временно месте проживания армянского населения свою миссию несет несут российские российские миротворцы то есть этот коридор временно предоставлен по нему передвигаются армянские средства транспортные средства и пассажиры и таким образом осуществляется связь между армении и тем анклавом где на территории азербайджана в карабахе живут армении и логично что азербайджан требует настаивает и будет добиваться такого же коридора для связи с азербайджанским населением который проживает анклав на нахчевань нахчеван оторван от азербайджана и я думаю вот этим мы открываем уточняем причины того почему азербайджан будет настаивать и продавливать понятие коридор экстерриториальность пусть даже временную ведь мы понимаем что лачинский коридор временно предоставлен и он временно является экстерриториальным пока там находятся российские миротворцы точно такую же смысловую функциональную нагрузку должен нести зангезурский коридор это позволяет создать и сохранить систему стабильности и сдерживания в постконфликтном нашем регионе то есть коридор пока есть лачине коридор есть зангезуре такая же статусность для этого коридора понятно армяне хотят карабахи быть иметь связь с армении устойчиво точно такую же связь будет иметь азербайджан с нахчеваном через зангезур иначе ясно что если армянская страна не будет уступать это создать первую часть проблемы для армянского населения в карабахи все это понимают и я думаю для еревана будет ошибкой вновь устроить торг и принести в жертву карабахских армян их интересы я думаю вот новые сложившие ситуации это недопустимо для еревана несмотря на то чтобы не говорили официальные лица из еревана они понимают что два этих коридора должны быть и нету разницы как называть но то что предоставлено в лачинском коридоре тоже должно предоставлено зангезурском коридоре и заявление путина высказывание армянской стороны показали что армии будет в этом вопросе искать компромиссы с азербайджаном уже неоднократно москва всех ходоков из еревана и из тегерана посылает в баку чтобы все эти вопросы решались на той площадке региональные площадки через баку поэтому я думаю что ближайшее время наверно можно прогнозировать активизацию армян азербайджанских отношений говорят даже что возможно ближайшее время будет организована встреча президента азербайджана с премьер-министром армении что тоже позволит прояснить многие вопросы на этом фоне конечно же вызывает отдельный интерес встреча трех духовных лидеров москве значит по инициативе главы рпц с его участием встретились шейху лислам всего кавказа аллаш кирпашизаде и католикос всех армян коригин 2 кстати коригин 2 сюда прибыл фактически несколько дней до этого он был на очень знакомого мероприятия в италии в делегации президента армении армена саркисяна проходили встречи с президентом италии мотореллы с правительственной делегации с парламентской и что очень важно коригин 2 здесь посетил ватикан где встретился с папой франциском с римским папой в том числе были обсуждения по судьбе постконфликтного нашего региона армяно-азербайджанского конфликта и насколько можно понять коригин 2 получил определенный пакет советов и инструкций из ватикана с которыми он естественно приехал уже согласовывать москве с главой рпц и уже затем прошли встречи формате трех духовных лидеров что это говорит опять-таки здесь были озвучены как со стороны главы рпц так и со стороны шейху ислама очень четкие понятия что никакого статуса особенно шейху ислам аллаш кирпаша за да четко дал понять что никакого статуса нету и не будет для армян карабаха они граждане азербайджана надо говорить о мире строительстве взаимоотношения связи между двумя народами доверительных если это конечно возможно и я думаю что вот встреча духовных лидеров она позволит сдвинуть с мертвой точки для политиков некоторые вопросы которые уже год повисли в воздухе кстати неоднократно и отмечал важность взаимодействия с чем одином все-таки армянский проект духовно окормляется через армянскую церковь через очми один который как мы видим получает установки из других духовных центров согласует с ними свою деятельность поэтому в этом контексте я думаю что предстоит очень интересный период и и ближайший наверное месяц пройдут различного формата и уровня армяно-азербайджанские встречи после которых можно будет опять-таки говорить о том возможно ли возможно ли подписание все объемлющего мирного соглашения между азербайджанами армии который позволит провести делимитацию демаркацию границы и естественно сдвинуть с точки с мертвой точки некоторые вопросы касательно занги из узкого коридора ведь мы помним что предварительно движение по этой теме началось в мае в мае этого года но затем в армении начались выборы пашинян попросил отсрочки затем на него стала давить оппозиция возглавляемая качаряном азербайджан терпеливо сдал ждал всех этих моментов с пониманием относился поэтому некоторые логистические вопросы реализации за гизуского коридора отложились на осень 2021 года то есть на несколько месяцев сейчас я думаю именно созрел тот момент когда армянская сторона не сможет что-то сказать пашинян укрепил свою власть и оппозиция фактически разгромлена хотя опять-таки это не значит что она потеряла свои силы но на любом случае затягивание этого вопроса во вред только армении и что самое главное во вред интересам карабахских армян поэтому возможно течение опять-таки месяца станет ясно что наш регион идет к мирному решению вопроса или же это отложилось на следующий год а следующий год особенно весна-лето если к тому времени не будет серьезно подвижек то к сожалению избежать очередного витка напряженности не удастся